Екатерина Герасимова для своей семьи покупает мясо только нижегородского производства. Говорит, из экологически чистых продуктов котлеты намного вкуснее. Раньше за фермерским мясом приходилось ходить на старый рынок на Советской площади. Там не было ни крытого павильона, ни чистых витрин с холодильниками. В новом здании торговых рядов гораздо удобнее, да и продуктов от нижегородских аграриев намного больше. Сейчас еще лучше стало красиво, чисто, удобно. И подъехать, и машину поставишь, ботинки не запачкаешь, дадешь. Постоянных покупателей у торговых рядов, специализирующихся на фермерских продуктах, с каждым днем все больше, говорят продавцы. С каждым днем народу больше и больше становится. Так что будем думать, что все будет хорошо. Посмотрите наши продукты. Прекрасные продукты, да. Из-за городских производителей мяса свинины, мясо говядина, мясо патрулинского района, частное хозяйство. Сколько голов у вас хозяйства? Ну, 150 голов есть. Мы вам в свою очередь хотели сказать, что нижегородские сельхозпроизводители еще ни разу не торговали в таких комфортных условиях. Мы очень вам благодарны, что вы именно смогли совместить комфорт и удобство современного магазина с приятной обстановкой вот именно рынка. У нас есть две системы размещения в торговых рядах. Это договора, которые заключены на постоянной основе с фиксированной арендной ставкой. И есть арендаторы, которые реализовывают свою продукцию, приезжая к нам на деньги. Стоимость аренды в день 200 рублей – это немного. Ты выросил, приехал, продал. Валерий Шанцев подчеркивает, что нижегородцы должны иметь более богатый выбор современных комфортных торговых точек, где можно купить фермерские продукты. По мнению губернатора, крытые рынки с продукцией нижегородских аграриев должны появиться в каждом районе Нижнего Новгорода. Нижегородцы должны покупать свежую продукцию непосредственно у производителей. Покупать ее в таких прекрасных условиях, где чисто, где тепло, где кондиционирование, где есть услуги, которые дают безопасность продукту. Я уже дал поручение руководству города с тем, чтобы как можно быстрее мы закрыли все рынки, которые не соответствуют никаким требованиям. Вот надо то закрывать, а вот такие рабочие места открывать. Это, конечно, помощь и поддержка нашим фермерским хозяйствам, потому что на сегодняшнем примере мы видим, они могут производить качественную продукцию. Здесь очень важно увязать вот такие проекты с программами областного правительства по поддержке сельхозпроизводителя, потому что не все еще фермеры даже и знают о том, что можно, что здесь им дадут время на то, чтобы спокойно поработать, не обременяя их высокой арендной платой. Мы создадим сейчас дорожную карту, доложим вам по созданию таких торговых рядов в нашем городе, будем двигаться в этом направлении. Задача правильная, мы с ней будем справляться. Пять лет назад Валерий Шанцев утвердил программы поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм Нижегородской области. Согласно условиям программ, фермер может подать документы в Минсельхоз, чтобы принять участие в конкурсе бизнес-проектов. Несколько десятков победителей получают грант до 4 миллионов рублей на создание бизнеса или обновление своего хозяйства. Екатерина Белинская, Анастасия Рябова, Ренат Бикбаев. Объективно. ННТВ.